Случаются зрительные обманы. Неподвижный предмет можно применять за движущиеся. И наоборот. Текст задания квеста читает Тимур, участник команды ЮИД из 40-й школы. После прочтения – тест, в котором нужно указать правильный вариант ответа. Здесь и о важности световозвращательных элементов на одежде, и о переходе дороги в темное время суток, в общем, включены все аспекты. Школьники-юидовцы проходят квест «Зимняя дорога». Санки не хотят. Кроссворды, викторина, фото-челлендж – квест растянут на пять дней, притом в онлайн-формате. Тут важную роль сыграли ограничительные меры. Участники – почти 300 команд из разных школ области. Каждый день они присылают свои работы в госавтоинспекцию. Мы видим, что интерес к этому конкурсу достаточно большой. Как со стороны педагогов, они очень творчески подходят к выполнению заданий. И каждый понимает эти задания по-своему. И есть уже определенные даже фавориты, я бы сказала. Так и со стороны детей. Все работы публикуются как на профильных страничках госавтоинспекции в соцсетях, так и на ресурсах лаборатории безопасности. Квест этот проводится совместно с Центром дополнительного образования. И уже не первый год. Будем надеяться, когда дети идут в школу, они будут помнить о всех этих правилах дорожного движения, не забывать их и ни в коем случае не нарушать. К сожалению, за прошлый год у нас было очень много случаев дорожно-транспортных происшествий, когда травмы у детей были очень незначительными. Хотелось бы в этом году избежать подобных случаев дорожно-транспортных происшествий. Здесь работает олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Свой сертификат получает каждая команда. Как стимул подготовки к новым конкурсам. Со сменой времени года стартует новый квест. Да, все верно, весенняя дорога. Знание правил дорожного движения – понятие всесезонное. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».